Если вы недалеко, то, может, заедете за нами? Мы тоже хотим поехать на частную виллу. Ладно, отлично. Тогда мы выйдем на улицу и подождём. Да, до скорого. Всё, готово! Нам надо ждать их на финансовые улицы. Идём! Скорее! Помедленнее, у меня же ноутбук. Мы едем на частную виллу, мы встретимся! Ван Бэ Чуань хотел рассказать правду о своём положении Фань Шен Мэй. Но в то же время боялся задеть её самолюбие. Наконец, набравшись смелости, он решил встретиться с ней. Но Фань Шен Мэй вдруг позвала его отдохнуть на частной вилле. И теперь он не знает, что ему делать. Фань Шен Мэй. Отлично выглядишь. Правда? Да. Ты очень красивая. Ты на сколько хочешь поехать? Минимум на два дня. Это ведь далеко. Не хочешь ехать? Да нет. За тобой я готов хоть на край света. Если он интересный и сексуальный, то какая разница, чья машина? Продолжать с ним развлекаться. Лучше с ним в машине ездить, чем в метро толкаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодетельница... Вы обращайтесь к монаху Тану, не нужно забывать про манеры. Слюнки потекли, сотрите. Я обожаю твое чувство юмора, целовашки. Нет... Монаху страшно. Ладно. Куда мы с тобой едем? Пока не скажу. Сегодня будет все, как я захочу. Садись. Тебе точно понравится это место. Шинмэй, мы с тобой никогда не говорили по душам. Ну, давай поговорим. Я бы хотела сделать тебе комплимент. Все наши одноклассники до сих пор только ищут себя и ни черта не делают. А ты молодец, стал начальником, открыл свою компанию. И все у тебя получается. Получается. Шинмэй, ты правда так считаешь? Ты думаешь, я вру тебе? Ну что ты? Нет. Ты в одиночку управляешь компанией, у тебя еще много других дел. Например, содержание машины. Нужно и страховку купить, и каждый год на обслуживание ездить, и все такое. Хотя сейчас так много сервисов такси. Это удобно? Мои друзья давно сами не водят. Хе-хе. Да нет, содержать машину не так сложно. Зато с ней удобно встречать и провожать людей. Это того стоит, правда? А я вот считаю, тебя невероятной. Одна живешь и работаешь в Шанхае, и при этом уже купила квартиру. У тебя все по четкому графику. Ты молодец. Это так здорово. А я все еще продолжаю арендовать квартиру, потому что у меня в Шанхае нет своего жилья. Да ладно тебе. У меня и прописки-то нет. Я лет через 15 только смогу почувствовать себя по-настоящему местной. Хе. О, уже приехали? Да. А сколько она стоит? Чья машина дороже? Хе. Да какая разница? Не важно это. Машина всего лишь средство передвижения. Ну, пойдем. Да. Так красиво. Сестрица Фань. Вы, Вы. Ван Бойчуа. Очень приятно. Сестрица Фань. Вы же вроде не собирались приезжать сюда. Ну да, мы сначала не хотели ехать, но потом пожалели. Позвонили Энди, а она как раз мимо проезжала и забрала нас. Сестрица Фань, что с тобой? Тебе плохо? О. Я ведь хорошо к вам отношусь. Ага. Помогите мне. Я еще ему не говорила, что снимаю с кем-то квартиру, поэтому молчите. А если что, скажите, что живете с тюй-сяу-сяу в квартире 2203, а я одна живу, с соседней. Пожалуйста. А, хорошо, не волнуйся, мы так ему и скажем. Да, я смотрю, у них очень хорошие отношения. Они больше похожи не на соседок, скорее на подруг по общежитию. Да, они и правда очень хорошие подруги. О, кстати, честно говоря, всю дорогу думал, что ты за рулем. Пойдем? Угу. Ты не волнуйся. А вы с Шен Мэй очень подходите друг к другу. Красивая пара. Вэй-вэй, уже поженил нас, да? Мы просто одноклассники, и все. А. Ну, хорошо, все идите за мной, лодка уже ждет. Поплывем на лодке. Представляешь, на лодке. Идем. Поплывем на лодке. Минокинь. Спасибо. Интересное там строение. Необычное. А это большое водохранилище. Ладно, давай вот так. Фотографируй, чтобы было видно и меня, и море. И Нин. Это не море, а водохранилище. Энди, ты знаешь, я очень рада, что мы соседки. Я редко выхожу из своей съемной комнаты. Если бы не ты, мы бы и не узнали про такое красивое место. Вы такие дружные. Знаете, раньше мне даже не верилось, что вы просто соседки. В наше время такая дружба между соседками — это редкость. А что такого? Сяо-сяо, Гуань-гуань и я, мы живем в одной квартире. Согласись, глупо было бы притворяться, что мы незнакомы. Разве нет? Странно. Тюй-сяо-сяо — директор компании. Почему она живет с вами? Откуда ты знаешь, что она директор? О, в прошлый раз, когда ты выпила, она тебя провожала. Мы познакомились. Она дала мне свою визитку. Так и узнал. Значит, опять она взялась за старое. Снова приставит к друзьям своих подруг. Чюй-сяо-сяо — странный человек. Часто что-нибудь вытворяет. До этого она давала свою визитку парню и Нин. И потом они расстались. Так что жить с кем-то — это... А, но ведь сяо-сяо очень красивая. Почему она вытворяет такое? Ей что, сложно найти себе парня? Это вряд ли. Некоторым нравится, когда так поступают. Нет, Шинмы, я вовсе не об этом. Я просто хотел сказать, что сяо-сяо — необычная девушка. Даже странная. Вот и всё. Как по мне, так они все немного странные. Вот, например, Энди. Я не понимаю. Ездит на люксовой машине, а тоже живёт с ними. Да. Энди раньше ездила на спортивной машине, а потом поменяла на новую. Я когда к ней села, подумала, что машина из Просо не ошиблась. Во всё виноват Ань Цзунмин, а не я. У него машин больше, чем у меня обуви. В США я ездила на спортивном Порше. Вот он и решил, что это моя любимая модель. Кто же знал, что я заведу так много друзей. Мест стало не хватать, и я взяла его новую машину. Ого! Машин больше, чем обуви. Моевый! О, прибыли. Моевый! Причаливаем. Добро пожаловать! Аккуратно. Так. Спасибо. Привет! Привет! Сколько лет, сколько зим. Как дела? Что у тебя нового? А, да так, всё потихоньку. Я вас представлю. Это Лао Фан, хозяин виллы. Мой старый друг и владелец компании. Это Энди, а это все её друзья. Здравствуйте. Вы проделали долгий путь, верно? Сначала на машинах, потом на лодках добирались. Давайте поедим, отдохнём. Хорошо. Как скажешь, пойдём. Тогда пушу. Да уж, Шэн Мэй. Мы в хорошей компании. Вэй Вэй влиятельный человек. Прошу. Присаживайтесь. Спасибо. 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 Прошу. Вы пока присаживайтесь. Еду нам уже готовят. Я пойду поздороваюсь, скоро вернусь. Хорошо, иди. Угу. А здесь неплохо. А, сестрича Пань, гуань-гуань. Здесь так здорово. Хорошо, что мы приехали, а то бы локти кусали. Пойдём всё тут осмотрим. Сейчас еду подадут, давай позже. А вы тоже не пойдёте? Ну и ладно, тогда я одна. Аккуратней, Цюнин, юбка. Я знаю. Такое хорошее место. Жаль, Сяо-Сяо не с нами. Я в дамскую комнату. Я с тобой. И я с вами. Я тоже пойду. Пойдём. Пойдём. Тут в туалете конфеты. Не проще ему признаться. Уже слишком поздно. Пути назад нет. Я не хочу, чтобы его мнение обо мне испортилось. Но ты не сможешь это долго скрывать. А это и не потребуется. А? В смысле? Всё, хватит. Не давите на меня. Просто помогите один раз, пожалуйста. Честно говоря, я и не хотела, чтобы всё зашло так далеко. Э, я выложила фото с лодки, мол, мы здесь отдыхаем. А там есть геотек. Сяо-Сяо лайкнула. Может, и приедет. Не волнуйся. У неё сейчас полно своих дел. Всё время с клиентами. Ей некогда. Ну да. Тем более это не близко, без сопровождения она сюда не доберётся. Конечно. Она сюда одна никак не сможет доехать. Сестрица Фань, не волнуйся. Мы будем молчать. Ничего не расскажем. Честное слово. Пиццы не пора? Да, пойдём. Там уже еду принесли. Идём скорее. Пойдём. Ну же. Ты как? Нормально? Со мной веселее, чем в больнице? Не знаю. Если бы ты меня не вытащила, то я бы сидел дома, слушал музыку или лежал бы с книжкой на диване. Что интересного в книгах? Что? Благодетельница, вы не понимаете? В книгах можно отыскать сундуки, набитые золотом. А главное, в книгах можно испытать то, чего у нас нет в обычной жизни. Вот так-то. И это интересно. Если уж захотелось что-то испытать, делай это в жизни. А в книгах всё не по-настоящему. Да. Это я. Что? Температура поднялась? Всё, я понял. Сейчас буду. Ну как так? Мы почти приехали. Ты поедешь в больницу. Ты ведь мне говорила, что не похожа на героинь корейских сериалов. Давай, прояви свой характер. Сестрица Фань, а что это такое? Это лёд, да? Это ледяная трава. Она просто так выглядит. Попробуй, думаю, что тебе понравится. Она хорошо охлаждает, полезна для почек, идеально для этого времени года. А это что, сестрица Фань? Это, кажется, цыплёнок. У Ван Байчуани совсем нет настроения слушать разговоры девушек о местной еде. Он всё время ищет возможность поговорить с Фань Шинмей на чистоту, но видит, что её подруги старательно помогают ей скрывать правду о совместной аренде квартиры. Он хочет спросить её напрямую, но не может, потому что у него самого тоже есть секреты от Фань Шинмей. Горох, фасоль или что-то ещё. Я вообще-то не разбираюсь в бобовых. А я тем более. О, всё, уже принесли. А почему не едите? Ну, мы... Эти блюда из местных продуктов. Вот эту рыбу поймали в местном водохранилище. Она вкуснее покупной. А эти овощи все были выращены в местных теплицах. Натуральные, без добавок, экологически чистые. Вэй Вэй, здесь ещё и огород есть? Да, здесь всё хорошо продумано. После обеда можем с вами сходить всё осмотреть. Тут можно и в горы подняться, и в саду фруктов собрать, покататься на лодках и катамаранах. Ещё тут есть спортзал, винный погреб. Всё бесплатно. Всё для вас. Гуань, погуляем вместе? А чего не зовёшь нас, Сэнди? У тебя есть Ван Бэй Чуань, у Энди Вэй Вэй. Зачем вам с нами ходить? У меня есть неотложные дела. Я буду занята. Можешь пойти с ними? Мне с ними? Они не обрадуются. У меня тоже есть дела. Надо с Лауфаном пообщаться. А вы... Идите, развлекайтесь. В подвале есть винный погреб. Очень хороший. Советую. Мне надо отпроситься у Шэн Мэй. Шэн Мэй, я со вчерашнего вечера всё время за рулём. Очень устал. Можно я отдохну после обеда? А ты пока... Пройдись, погуляй. А зачем себе отпрашиваться? Иди отдыхай, а я буду в окружении подруг. Ладно. Монах — это западный рай. Как вам наш сервис? Быстрее, чем Сунюку? Удобнее, чем на лошади-драконе. Сто баллов. Ты уж прости меня за сегодня. Я всё возмущу. Честно. Ладно. До встречи. Ну вот, все старания на смарку. Похоже, меня продинамили. Ты где? Приезжай ко мне. Ого. Ничего себе. С чего это ты мне вдруг позвонила? Ты ведь вроде с клиентами должна быть. Я тебя и не беспокоил. Они со мной в игры играют, и сегодня не мой ход. Э, я тебе отправила фото. Ты знаешь, где это место? Знаю. Это вилла моего дяди. А ты где? Я возле больницы. Хочу к твоему дяде на виллу. Выезжаю. Пока. Ладно, ладно. Я тоже еду. Эй, ребят, я уезжаю. А, Кай, подвинь свою машину, дай проехать. Уезжаешь? Да, 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 есть дела. Так что, пока. Ты же собирался с хозяином поговорить. Куда мы идем? Ну, раз уж мы тут, надо уединиться. Даже для работы можно найти достойное место. А-а-а! Сестрица Фань! Сестрица! Смотри, мы собрали апельсинов. Сладкий, аж живот болит. Ну, хочется еще. Вот, попробуй. Давай. Я не буду. Сестрица, о чем думаешь? Да ни о чем. Ни о чем не думаю. Может быть, я не права, но... Мне кажется, что ты любишь быть у Ани. Не расставайся с ним. Как я могу любить его? Если не любишь, то зачем скрываешь правду? Ты вложила столько усилий, и ради чего? Зачем тебе это? Что я там вложила? Что я там вложила? О чем ты вообще? Ладно, я признаюсь, что поступаю неправильно. Но я не люблю его. Это невозможно. У меня есть свои принципы, и я буду их придерживаться. Я не понимаю твои принципы. Он красивый парень, так заботится о тебе. К тому же вы одноклассники. Вы давно друг друга знаете. Точно. Я считаю, что он обиделся, и поэтому ушел спать. Ты его будто не замечала во время обеда. Да, он был неправ, но нельзя же его только обвинять. Мы ведь тоже договорились скрывать от него правду. Думаю, что он лучше всех мужчин, с которыми ты встречалась. Угу. На свиданиях в Слифу и чувства не рождаются. Там смотрят только на кошелек. А Байчуань не такой. Он хороший. Почему ты его отвергаешь? Тюсяу-сяу выяснила, что его машина арендованная, а не купленная, как он говорит. А это значит, он обманщик. Ну тогда бросай его. Ты боишься сказать ему это в лицо? Если хочешь, я за тебя скажу. Помогу тебе, как ты мне. Не нужно. Я взрослая, я сама справлюсь. Сестрица, может, все-таки дашь ему один шанс? Да, пусть он обманул тебя. Но ведь и ты не сказала ему правду. Сядь и поговорите на чистоту. Помиритесь, а после этого можно будет уже и о чувствах говорить. Когда вы встречались, ты светилась от счастья. Думаю, между вами есть чувства, есть искра. В конце концов, если не попробовать, то как узнать, что вы не подходите друг к другу? Какая искра? Какие еще чувства? Я не люблю его. Откуда взяться искре? Я признаю, что люблю только себя. Я всегда стараюсь у всех оставить идеальное впечатление о себе. Не только у Ван Бэйчуани. Не понимаю, зачем ты это делаешь? Я считаю, если живешь, то надо жить счастливо. Какая разница, что при этом думают о тебе другие? Так? Точно, не надо никого обижать и доказывать чужую правоту. Думаете? Да что вы понимаете? А? Не садись так близко. Это мешает мне работать. Ладно. Пойду поговорю с Лауфаном. Ты как закончишь с работы, позвони мне. И я сразу вернусь. Ага. Думаешь, у Фань Шэн Мэй и Ван Бэйчуани проблемы? Он был таким задумчивым? Ему есть о чем задуматься. Боюсь, Ван Бэйчуани уже знает о секрете Фань Шэн Мэй. Просто не до конца уверен. Ну, а ты как думала? Мир маленький, один звонок и все секреты раскрыты. Не понимаю поведения Фань Шэн Мэй. И что такого, если нет машины и квартиры? Зачем обязательно надо кем-то притворяться? Какой в этом смысл? Знаешь, Фань Шэн Мэй беспокоится о репутации. Это проявление тщеславия. Она заботится о своей... чести. И ее можно понять. А ты совсем не такая, как она. Ты честная. Ты не притворяешься. Ты открыто показываешь все свои барьеры психологические, физические, какие там еще. В общем, при первой возможности сразу бросаешь в меня эти барьеры. В отношениях иногда полезно надевать маски. С ними все выглядит красивее. Как смотреть на цветок в тумане. Я виновата. Ну, я исправлюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой. 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 Ты и еще и будущ Показывается это не просто. В тумане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 А если он ей нравится, то какая разница, есть ли деньги, какая у него машина. Эй, это Энди и Вэй-Вэй? Красота! Как же мне хочется послушать, о чем они там сейчас говорят. Два таких умных человека вместе. Если и о чувствах говорят, то тоже можно многому научиться. Да уж, судьба такая несправедливая. Смотри, Энди и красивая, и умная. К тому же, Вэй-Вэй так ее любит. А вот мне вечно не везет. Даже с запиской чуйсяу-сяу не потягаться. Энин, хватит, все у тебя отлично. Куда лучше, чем когда ты встречалась с Байм. Да знаю я, Гуань-Гуань, не надо меня успокаивать. На самом деле, я все сама понимаю. Просто все люди разные. И хотя мы с Энди живем на одном этаже, характеры у нас с ней разные. Я думаю, что если бы у сестрицы Фань была такая же семья, как у чуйсяу-сяу, ей бы не пришлось врать Байчуаню. Эх, чего это я, правда, расчувствоваться решила? Нет уж, сейчас не самое подходящее время для чувств, да? Мне надо много работать, чтобы заработать! Верно, сентиментальность это привилегия красавиц. Нечего нам об этом думать. А мы будем жить в нашей съемной квартире и усердно работать. Чуйсяу-сяу-сяу! Финни, смотри, чуйсяу-сяу приехала! Не может быть! И правда чуйсяу-сяу! Что же делать? Чуйся пропала! Она всегда устраивает скандалы, она не будет помогать защищать секрет Шэн Мэй! Да, нужно сказать Инди и Вэй-Вэю, они что-нибудь придумают! Угу! Идем! Да! Инди, Инди! Что такое? Чуйсяу-сяу приехала! Сюда приехала? Боже, она правда это сделала! Нам нельзя допустить их встречи с Шэн Мэй и Байчуанем! Это не так просто! Раз она нашла это место, боюсь, здесь ее ничто не остановит! Надо спрятать Ван Байчуаня и Фань Шэн Мэй! Но уже время ужина, у нас ничего не выйдет! Тогда не надо надеяться, что она не проговорится! Но если так, то это будет большим ударом для Фань Шэн Мэй! А мне кажется, что эти ребята вполне стоят друг друга! Эх, пускай все идет своим чередом! Сначала будет неловко, потом успокоится! Поверьте, сестрица Фань только на словах смелая! Она не хочет расставаться с Ван Байчуанем! Сегодня она переживала по этому поводу! Так вот что! Я позвоню Чуйсяу-сяу! Попробую с ней договориться! Ага! Пойдем! Спасибо! Ну и зачем мы сюда приехали? Интересно! У меня есть свои мотивы! Опять кого-то наказать? Аккуратней! Угадай, где я сейчас? Уже в курсе! Иди прямо по дороге от пирса! Увидишь беседку? Заходи! Хорошо! Скоро буду! Я пойду поздороваюсь с Энди, а ты пока иди вперед! И по пути посмотри, за каким столиком сидят мои соседки! Чтобы я смогла красиво туда зайти и ослепить их глазки! Все здесь! Скандал свел вас вместе, так? Поздравляю, поздравляю, Вей-Вей! Хороший выбор! Одобряю! Энди говорила, что ты веселая девушка! Слышал, ты нам очень помогла! Я скажу, тост в твою честь! Одного тоста не хватит! Кстати, как ты нашла это место? Оно укромное! Это вилла дяди моего старого друга! Узнала по фото Гуань-Гуань! Я хотела побыть с доктором Джао, но у его больного осложнение, вот я и решила приехать сюда! Кстати, не говорите моему другу про доктора Джао, ладно? Боюсь, если он узнает о нас, то что-нибудь сделает моему доктору Джао! Ладно! Мы не будем говорить! Но и ты должна согласиться на одно условие! Если кто угодно на этой вилле спросит, ты живешь с Гуань-Гуань и Нин в съемной квартире! А Фаньшин Мэй с вами не живет! Идет? Зачем? Не задавай вопросов! Это очень важно! Соглашайся! Прошу тебя! Я что, проделала такой путь, чтобы притворяться добренькой? И чтобы подыгрывать Фаньшин Мэй? Что? Что за глупость? Ты получишь две бутылки хорошего шампанского! Хорошего? Две бутылки изысканного Дом Периньон! Ну как? Мне согласиться или все же согласиться? Ну ладно, ладно, я постараюсь, но не обещаю. Если не сдержусь, не вините меня. Все ясно! Если не сдержишься, то ничего не получишь. Жадина говядина! Это ветчина для закуски? Да, это для главного блюда. А сколько сегодня будет блюд? Подадут три блюда. Ох! Как необычно! Быстреца Фань! Что такое? Где конь-вонь? Она пошла в уборную. Ага. Чуй-сяу-сяу тут. Эй! В зал пока не вошла. Энди с ней вроде договорилась. Она обещала сохранить твой секрет. А где гарантии, что она не расскажет? Гарантий нет. Очень необычно. Вэй-вэй, потревожу. Можно к ужину заказать водку. Самую крепкую. Я хочу выпить для храбрости, чтобы поговорить с Фан Шен Мэй. Сделаю заказ. А? Ладно. Кэн, спасибо. Не за что. Пойдем, пойдем. Сестра Фань, подвинься немного. Вэй-вэй, ты сегодня признался ей в любви? Я давно уже признался. Наши отношения развиваются. Если ты хочешь признаться, то водка в этом не самое лучшее подспорье. Вэй-вэй, будь я тобой, мне не нужна была бы смелость. Если уверен в своем шаге, просто сделай его, не раздумывая. Мы с Энди познакомились в интернете. Чаще мужчин привлекает внешность, а не внутренний мир. У нас все наоборот. Я раньше думал, что хорошо разбираюсь в женщинах. Но мой круг общения был несколько иным. Эти девушки красивые, добрые и умные. И еще, я уверен, Шен Мэй важны не только деньги. Так что расслабься. Она мне давно нравится, но я кое-что от нее вскрываю. Сегодня я, наконец, решился открыться. Я... Я хочу рассказать ей все как есть. И признаться в своих чувствах. Но не знаю, как она это примет. Это хорошо. Ты же парень, ты должен первым открыть свои чувства. Не ждать первого шага от девушки. Пойдем. Нас уже заждались. Ладно. Дамы и господа, добро пожаловать и хорошего вечера. Меня зовут Кен, и для меня большая честь быть сегодня вашим поваром и предложить вам этот ужин. Первое блюдо – салат из овощей и морепродуктов. Второе блюдо – это отбивная, украшенная цветами космеи. В качестве ингредиентов... Сегодня будем стоять горой за фаншинмей. Хотя Инди и поговорили, Сяу-Сяу-Сяу, но случиться может всякое. На десерт – пудинг. Спасибо. Что это? Что происходит? Я еще не пришла, а вы уже начали. Как же вам не стыдно. Сяу-Сяу, что ты делаешь? Я выступаю. Мы сегодня местные артисты. Яубин? Да. Сыграй для них. Есть. Кто? Желающие послушать должны заплатить мне 500 юаней. Господин, да, да, вы песню для спутницы заказать не желаете? 500 юаней? Дороговато. Вы успешный человек. Что для вас эти 500 юаней? Давай кошелек. Кошелек дай посмотреть. Эй, 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 эй. У меня в кошельке только карточки. Как всегда. Пристает к чужим мужчина. Ладно, раз уж ты у нас такой бедный, говори, какая песня. Давай «Люблю тебя навеки», знаешь ее? Конечно. Заказ этой песни будет стоить тебе 100 юаней по рукам. А, ну, 100, так 100. Пару дней поживу на одной лапше. Запевай. Ладно. Что такое? Челбинь, где ты откопал эти ужасные маски? Их давно не носили, вот они и запылились. На них была пыль! Ой, нет, нет, стой! Это водка. Почему тут водка? Кто её додумался сюда налить? В такой огромный стакан! Этот стакан был не для тебя, всё в порядке, а? В порядке. Голова не кружится? Может себе пойти отдохнуть? Так дело не пойдёт, нет. Мы ведь так редко собираемся все вместе. Разве можно упустить такой шанс, а, сестрица Фань? Помните, где мы первый раз собирались? У Энди дома. Еле там крабов. Сейчас вторая встреча. В третий раз посидим у меня.